Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы будем читать 85-й псалом, который называется «Молитва Давида». В православной толковой Библии говорится, этот псалом содержит молитву Давида к Богу об избавлении от переживаемых им опасностей при преследовании врагов. Общность описания своего состояния и отсутствие каких-либо точных исторических указаний на время происхождения псалма дают одинаково основание считать его написанным во время гонений от Саула или от Авесолома. Точно установить время написания этого псалма достаточно затруднительно. По тексту септуагинты, по славянской Библии, по еврейской Библии этот псалм называется «Молитва Давида». По-еврейски это «Тефила ле Давид». И читаем этот псалм, он небольшой, всего 17 стихов. Но это молитва Давида. «Помяни Господи царя Давида и всю крутость его». «Преклони, Господи, ухо твое и услышь меня, ибо я нищ и убог». На самом деле здесь как бы не грубый антропоморфизм, а здесь осознание своей убогости. Ведь, чтобы человеку услышать движение какого-нибудь муравья, ему действительно надо преклонить ухо. Как он там лапками скрижищет муравей по поверхности стола. Поэтому, с одной стороны, антропоморфизм, то есть у Бога нет никакого уха. Это понятно, Бог есть дух. Но в то же время это осознание своего ничтожества перед величием Бога. «Преклони, Господи, ухо твое и услышь меня, ибо я нищ и убог». То есть, чтобы ты услышал меня, тебе надо как бы приблизиться ко мне. «Сохрани душу мою, ибо я угоден тебе. Спаси раба твоего, Боже мой, уповающего на тебя». Но немножко непонятна вот эта уверенность. «Сохрани душу мою, ибо я угоден тебе». По-славянски, кстати, более понятно. «Преподобен». «Преподобен». То есть, в приложении к тому, что я следую твоим наставлениям, и значит, я угождаю тебе. Как бы такая мысль. И посмотрим, как это будет с еврейского. «Храни мою душу, ибо милостив я, спаси раба твоего, ты мой Бог того, кто тебе доверяет». Милостив и преподобен, в общем-то, в еврейском языке тождественно. Преподобен, значит, праведен, цадик, а милостив – это цедака. Это когда человек способен жертвовать что-либо. «Сохрани душу мою, ибо я угоден тебе. Спаси раба твоего, Боже мой, уповающего на тебя». То есть, если человек уповает на Бога, значит, он старается не гневить Бога. «Помилуй меня, Господи, ибо я к тебе взываю всякий день». То есть, каждый день он совершает свое моление перед Богом. «Возвесели душу раба твоего, ибо я к тебе вознесся духою моею». То есть, живя на земле, в молитве мы как бы имеем уже доступ к небесам. «Ибо ты, Господи, благ и кроток, и многомилостив ко всем призывающим тебя». Ну, как в Нагорной проповеди Христос говорит, если сын просит хлеба, неужели отец даст ему камень? Если сын просит рыбы, неужели отец даст ему змею? Если вы умеете благие деяния давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго, просящим у него. Поэтому Господь проявляет благость, кротость, милосердие ко всем призывающим его. И хотя мы можем как бы не расслышать ответ Бога на ту или иную нашу молитву, но Господь принимает каждое наше прошение, обращенное к Нему. «Услышь, Господи, молитву мою, внемли глазу моления моего». То есть дай мне убедиться в том, что мои слова дошли до Тебя. «Ведь я душою возношусь к Тебе, когда молюсь. В день скорби моей я взывал к Тебе, и Ты слушал меня». То есть когда мне было тяжело, Ты меня слышал. А как он в этом убедился? А Бог избавил его от тех скорбей, в которых он пребывал, и он молился, чтобы Господь его избавил. «Нет подобного Тебе, Господи, между богами, и нет подобного по делам Твоим». То есть Тебе даже сравнить нельзя с этими богами язычников, потому что Ты единственный Бог. «Все народы, которых Ты сотворил, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое». Вот это такое пророчество, что не только один еврейский народ будет прославлять Бога, что все народы придут и поклонятся. «Ибо велик Ты и творящие чудеса, Ты, Бог, един». «Ата, элогим, эхат» — Ты, Бог, един. Един и в том смысле, о котором мы прочитали выше, в 8 стихе, «никто не подобен Тебе». «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боясь имени Твоего». Человек нуждается в наставлении от Бога. И без этого наставления он был бы очень одинок в этом мире. Он бы сбился с истинного пути. И хотя Господь по-разному нас наставляет, в том числе и наказывая нас, мы за любую форму наставления должны быть благодарны Ему. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боясь имени Твоего». Вот здесь мы видим, как веселье и страх Божий, они соединяются иногда, если это страх Божий перед святостью имени Бога. «Исповедуюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и буду прославлять имя Твое вовек». Здесь он настаивает на том, что исповедание Бога, покаяние перед Ним должно совершаться всем сердцем. «Ибо милость Твоя ко мне велика, и Ты избавил душу мою от ада преисподнейшего». А здесь великое смирение. Когда он говорит, что Ты избавил душу мою от ада преисподнейшего, он как бы говорит, я заслужил страшного наказания, но милость Твоя все превозмогла, и Ты как бы вытащил меня из ада. «Боже, законопреступники восстали на меня, и сборище сильных искало души моей». Сильные – это ложные судьи, правители, вельможи. «И не представили Тебя пред Собою». То есть эти люди, которые гонялись за Давидом, они не думали, а как Бог к этому относится. «И не представили Тебя пред Собою». «Но Ты, Господи Божий мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Вот эти слова, они перекликаются с книгой «Исход», где Господь перед лицом Моисея проразглашает свое имя, используя подобные слова. «Призри на меня и помилуй меня». То есть сначала преклони ухо. «Призри на меня», то есть попытайся меня рассмотреть, я такой ничтожный, такой маленький. «Призри на меня и помилуй меня, даруй силу Твою, отроку Твоему, и спаси Сына рабы Твоей». Вот здесь мы упование на молитвы матери. «Сотвори со мной знамение во благо, да видят его ненавидящие меня и устыдятся от того, что Ты, Господи, помог мне и утешил меня». То есть Божье прощение должно быть столь явным, тем, что даже враги Давида должны осознать величие этого спасения. И действительно действия Бога, они иногда становятся совершенно явными людям, даже непосвященных воле Бога, когда Господь вступается за своих и защищает и отстаивает их.